Всем привет, друзья! Прекрасный день, прекрасное настроение. Желаю вам тоже прекрасного настроения, хорошего дня, потому что у меня по правде сегодня и правда хорошее настроение, потому что наконец-то я еду в университет. Видите, даже оделась сегодня так по-студенчески в белой рубашечке. Вспомнила студенческие года, еду в университет записываться на курсы корейского. Кстати, вот вам факт про Корею. Собаки в колясках. Это вообще шок-контент просто. Я когда увидела первый раз, что собачки ездят в колясках, ну это специальные коляски для собак на самом деле, но тем не менее. Ой, ну бабулечкам так легче возить своих питомцев. Вот, возвращаюсь к теме. Еду записываться на курсы корейского наконец-то. Надеюсь, что там есть места, меня возьмут, потому что я уже настроилась на учебу. Хочу записаться на программу на получение гражданства или вида на жительство. Я еще до конца не решила. Поэтому вот так вот. Не знаю, прикол в том, что чтобы получить корейское гражданство, нужно отказываться от своего украинского гражданства. Ну, я как бы не готова отказываться от своего гражданства. Поэтому, если там ничего не изменилось в правилах и такая фигня, то тогда, конечно, просто вид на жительство можно получить. Вот. Ну, для начала нужно выучиться и дойти там, по-моему, до пятого уровня. Там ты приходишь, тебя сначала проверят, какой у тебя там уровень знаний, определят тебя на уровень и будешь ходить учиться. Вот. Так что пойдем учиться. Сколько можно бездельничать. Да, как вы все пишите. Что легкая жизнь. Да, вообще. Вот. Чтобы не бездельничать, понимаете, не жить легкой жизнью. Иду записываться, учиться буду. Короче, это пипец на самом деле. Я уже задралась очень далеко идти. Территория настолько огромная, я не знаю. Я уже 3 километра обошла и никак не могу найти нужное мне здание. Еще и подгорку. Хорошо сегодня так позанималась. Вместо Пилатеса. Фух. Еще и муж не дал машину мне. Но, с другой стороны, это хорошо, потому что я бы на машине здесь вообще не разобралась. Я пешком-то разобраться не могу. А на машине тем более. Так что идем искать нужное нам здание. Так, вот я вижу пятое. Нам нужно шестое. Наверное, мы почти пришли. Сразу на входе. Даже на русском языке что-то тут написано. Сразу на входе все про программу написано. Куча объявлений. Куча всего. Идем. Ну, это только я так могу, короче. Приехала в обеденное время. Преподавателя нету. И теперь, короче, надо ждать почти час, пока она вернется с обеда. Но у меня как бы промелькнула такая мысль, что, блин, я еду в обеденное время, а вдруг там никого не будет. Но все равно поехала, потому что у меня другого времени нет. Суен до двух часов в садике. И мне нужно успеть было это все сделать, чтобы успеть за ним. И, короче, я теперь сюда приехала. А тут и правда обед. Но сейчас подожду, я думаю, успею. Что мне там минут 5-10 узнать все. И сразу помчу на остановку за Суеном в садик. Вот. Пойду сейчас куда-то в кофейню, выпью кофе. Посижу, повспоминаю студенческую жизнь. Поностальгирую со студентиками. Вот. Красиво здесь, конечно. Круто очень. На территории университета прям вот этот магазинчик такой, знаете, круглосуточный. Тут можно и покушать, и кофе выпить. Так что тут я, пожалуй, сейчас и перекушу. Так, чтобы перекусить сэндвичи. Так что сейчас быстренько перекушу и побегу узнавать за курсы. Прям по-студенчески сейчас буду питаться. На самом деле я расскажу вам, что такое, конечно, интересное очень отличие от наших студентов. В Корее студенты ходят в университет. Я сейчас не буду преувеличивать, когда скажу, что они ходят в домашнем учиться. Просто в универ приезжают в домашней одежде. В каких-то трениках спортивных, в тапочках, в сланцах на бусую ногу. Я покажу вам. А мы же в университет, я как вспомню. Мейкап, каблуки, юбка. Все покрасивее, все получше. Ну, короче, так ходили в универ. Я это помню. Кто красивее, кто краше. А тут просто дети ходят как им удобно, как им комфортно. Потому что они здесь проводят просто большую часть своей жизни в университете. Поэтому им должно быть удобно. Поэтому они ходят просто тупо в спортивном. Я еще никого не видела, знаете, чтобы там кто-то был наряженный какой-то даже там в джинсах. Просто тупо треники. Все в трениках, в футболках. Очень, конечно, прикольно. Такой колорит, колорит. Погнали кушать. Тут даже есть детская комната, где мамочки могут приходить с детьми. И тут детки будут ждать, пока мама будет заниматься. Ну, это, к примеру, для таких взрослых уже деток. Просто посмотрите на эту комнату. Это, конечно, прикольно. Ну, типа, что так продумано сделано. Но я бы, конечно, тут своего ребенка ни сюда его не привела и не оставила бы здесь. Стрёмненько, стрёмненько. Жду директора, чтобы пообщаться. Так, ну что, друзья. Узнала я все за тесты, за экзамен. Интересная, конечно, такая система. Расскажу вам все. Потому что сейчас я очень-очень сильно опаздываю в садик за Суеном. Буду дома и все вам расскажу, короче. То, что поняла. Так, друзья, ну что. Я находилась сегодня 6,5 километров. Почти все только вот по территории университета. Пока нашла нужный корпус. Пока дошла до него. Короче, жесть. Задолбалась сегодня. Очень-очень устала. Вот. А сейчас Суен захотел молока. Мы вышли на улочку за молоком прогуляться. У нас уже поздно вечер. Вот. Короче, у меня все не без приколов. У меня обязательно какие-то будут ништячки. Как не садик, так еще что-то. В общем, это программа по изучению корейского. На получение гражданства или вида на жительство. Для того, чтобы на нее зарегистрироваться и ходить посещать уроки, мне нужно определить мой уровень корейского на данный момент. Для этого мне нужно пройти определенный тест на знание корейского языка. И вот после того, как я пройду этот тест, меня определяют, какой у меня уровень. После этого меня запишут в группу определенную, и я смогу ходить посещать, в общем-то, эти уроки. И это все прекрасно, это все чудесно. Но прикол в том, что, чтобы сдать этот тест на знание языка, мне нужно поехать в Сеул. Просто потому, что больше нигде я не могу сдать этот экзамен. Вот только в Сеуле. И ради экзамена мне придется ехать фиг знает куда. Но я уже зарегистрировалась, оплатила все. Поедем проверять наше знание корейского. Но это неплохо, в принципе, потому что у меня есть еще одно дело в Сеуле. Мне нужно поехать в канадское посольство и получить визу. Мне пришло одобрение, наконец-то. Теперь нужно туда отвезти паспорт, чтобы мне вклеили визу канадскую. Сразу убью двух зайцев. Да, съезжу в посольство и съезжу на экзамен. Чувствую, будет веселая у меня поездочка по Сеулу. Потому что я туда сама еще никогда не ездила. Такой прикол, в общем, что если ты приходишь изучать корейский с нуля, то ты просто записываешься и начинаешь там посещать эти уроки. А если ты хочешь не с самого начала, а у тебя есть какой-то уже уровень знания языка, то тебе нужно сдать этот экзамен. Определить твой уровень, второй, третий, четвертый какой там у тебя. И в зависимости от этого тебя уже распределят в группу, в которую ты будешь посещать. Один уровень длится 100 часов. Это примерно 3 месяца, 3-4 месяца. Нужно отходить минимум 80 часов. То есть пропустить ты можешь 20. Но нежелательно. Вот. Поэтому Такие делишечки. Не знаю, посмотрим. Потому что с садиком у нас сейчас тоже такие непонятные дела. Я сейчас каждый день ровно в 9 утра регистрируюсь, чтобы ребенок мой попал в садик. Потому что мы ходим просто как по времени. Поэтому Чтоб совпадали у меня садик, занятия, чтоб я могла их посещать. Вот. Так что не без прикольчиков. Миньки антэ, миньки антэ, миньки антэ. Ирка, ирки, баба. Ирки, ирки, баба, ирки. Миньки могу, ирки. Миньки могу, ирки. Как он? О, ирки, 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 ирки. Хангэ, хангэ. Хангэ, ман. О, миньки антэ чо? Ирки, 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 ирки. Скажи, миньки могу, ирки. Могу. Ам-ням-ням. Ам-ням-ням. Хангэ, о, хангэ то каква. Надо собаку этим кормить. Ам-ням. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Субтитры сделал DimaTorzok Нет, выдал, просто. Ты не мог выйти, иди сюда. Я хочу спать. Я не могу выйти. Я хочу спать. 몸 не выйдет. А ты что-то не выйдешь? А мама какая-то? Получайся. А я в нем не выйдешь. это мама что? как это? как это? что это? я 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 может быть заодно и пообедаю с супер стильным модным молодежным зонтиком мы свекрови стырила вообще на самом деле я не люблю такую погоду я ненавижу дождь потому что во первых никуда не выйти никуда не сходить ничего не поделать еще и такая млякать вот это терпеть не могу я люблю когда тепло жарко солнце вот вообще я голодная наверное сейчас там что-то и перекушу чтоб его перекусить сыром так и так и 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 кстати так круто в корее это не настоящие тортики знаете этот вот такие обманки короче сделаны чтоб тортики не пропадали не портились просто показывает что они есть но не настоящие кстати это новая кофейня открылась прямо возле дома недалеко вообще через дорогу поэтому буду тебя сюда часто ходить самый популярный корейский футболист идемте 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 или как я буду пить кофе дочь идет короче взяла тут себе кофе поела вкусно наелась можно и домой идти потому что у меня есть еще одно дело я хочу посадить авокадо уже очень давно хочу все время забываю и косточки выбрать поэтому сегодня буду садить авокадо очень интересным способом очень быстрым буквально ну и минуты не займет посмотрим покажу вам кстати нашла на ю тубе хочу попробовать что из этого получится вот кстати пока тут и туда дома расскажу вам один факт интересный в корее вот именно корейцы я не знаю когда идет дождь вот они прям супер к этому относятся так что если дождь они вообще типа ну даже если дождик просто слегка там моросит не капает не дождь а просто даже если моросит слегка они обязательно все зонтиками прячутся от дождя потому что воздух в корее очень очень плохой и когда идет дождь соответственно с дождем вся эта пыль которая с китая сюда идет заводов вся эта мы пыль оседает на волосы на тело и если они попадают под дождь они обязательно сразу домой моюсь окупаются вымываются потому что очень нехорошо для кожи и если я там выхожу на улицу свекровь видит что я без зонта а то начинает моросить дождик у нее там такая прям паника начинается ты что быстро возьми зонты почему без зонта а брю та мама я на 2 секунды в магазин вообще дождь почти не идет слегка моросит нет ты что нельзя под дождем нельзя нельзя быстро возьми зонтик и поэтому короче надо обязательно ходить зонтиком даже если дождик слегка моросит а то можно без волос остаться ну как-то в таком стиле вот друзья я уже дома все время забываю посыпать микрофон купила потратила деньги и забываю короче нацепить микрофон будучи войнка разговариваешь у суй он спит в общем сходила в магазин допиваю свою кофе такой дождь конечно вообще погода нифига не радует если честно сейчас закинусь дозой счастья дозой адреналина кстати вот я не знаю это очень странно но действительно шоколад он во-первых вызывает привыкание но в то же время он вызывает действительно какой-то радость счастье говорят вообще шоколад полезно для мозгов если мы типа там на экзамен или перед экзаменом надо съесть небольшой кусочек черного шоколада и типа сразу тебя прилив знаний в голове пойдет видно я не проверяла но вообще кстати это правда вот не знаю вот съедаешь шоколад и сразу мир за мир начинает играть новыми красками просто шоколад это реально гормон счастья почему потому что шоколад содержит серотонин эндорфин а это два вещества действительно которые до 2 гормона которые вырабатывают гормоны счастья и поэтому шоколад это действительно гормон счастья съедаешь сразу настроение замечательное сейчас съем шоколадку допью свою кофе я уже приготовила себе книжку буду учиться пока суден сейчас спит думаю успею еще хотя бы часик какой-то позаниматься потому что до экзамена остается все меньше и меньше времени нужно в общем учиться и покажу вам заодно как я посадила авокадо у меня тут рубрика юный садовод понимаете в общем я решила очень давно когда-то не знаю уже сколько лет я очень хотела посадить попробовать косточку авокадо очень все время забывала выбрасывала эти косточки наверное у вас тоже так или ложила и дожидалась пока она не засохнет не испортится и короче выбрасывала в общем наконец-то я решила посадить и нашла в интернете в общем такой прикольный способ не в землю садить авокадо а немножко по-другому сейчас вам покажу но я хочу попробовать и этим способом и еще в землю хочу посадить одну косточку для этого специально приготовила две косточки авокадо и посмотреть какой способ лучше какое больше быстрее авокадо прорастет и вообще получится ли у меня первый способ вот такой вот смотрите получается берешь банку ну ты же уронил поднимай поднимали зачем ты бросил машинку конечно машинки ай-ай берете авокадо вставляете в него вот так 4 вот эти зубочистки и просто так в баночку с водичкой и просто вот так в баночку с водичкой получается вставляется чтобы немножко покрылась авокадо и все и вот так короче надо ждать от двух до шести недель и должен пойти в общем хорошо это первый способ которым я в общем решила попробовать вырастить авокадо ну а это возвращаясь к рубрике о юном садоводе но только это уже о другом садоводе посмотрите какой помидор у нас растет и здесь еще один растет начало еще одну и уже зацвели цветочки я очень надеюсь что у нас будут помидорки посмотрите какой большой это короче сунь он принес садика маленький такой был росточек такой вот где-то рассада была посажена такая маленькая где-то прошло уже полтора или два месяца посмотрите как вымахал я его чуть не похерила конечно он один раз завял листочки закрутились его забыла полить потом полила его на следующий день опять смотрите как распустился очень красиво и так вырос выгнал так что надеюсь будем урожай собирать и авокадо надеюсь тоже пойдет блин так грязно погода такая ненавижу такую погоду еще я тут сварила сую на корейский твенджан детский стофу с говядиной и кручу ему вот еще котлетки говядина морковка и тоже тофу не знаю будет ли кушать по что мясо он очень плохо кушает посмотрим чем-то не могу цепляй цепляй агу охура не агу да охура не смотри хура не где у нас хура не хвостик отец о агу коги иссо вау он джон он джон таран нээ цепляй хура не так что ж такое цепляй цепляй вот умничка молодец хура не вау он джон таран нэ ки рин джон таран нэ ки рин джон таран нэ ки рин тож ки давай сначала зайкида прицепим хвостик actu ки ни джон токки монзон у втен наша the gym на тургая Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok